Вот оригинал постановления. Декларация о государственной независимости Кыргызстана. Согласно этому историческому акту, республика была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством. Сейчас подлинник занимает почетное место в Центральном Госархиве страны. Это емкий, но содержательный документ в несколько листов. После он лег в основу Конституции. Восторженные аплодисменты и бурные овации не утихали на протяжении 10-15 минут. Эмоции переполняли всех. Так, в исторический день 31 августа 1991 года не только 350 депутатов легендарного парламента, но и весь народ ликовали по поводу принятия декларации. Сам процесс, говорят, очевидцы был непростым. Но главное, что страна, пройдя долгий тернистый путь, провозгласила себя независимой, без переворотов и революций, мирным путем. Я был экспертом всех этих текстов, русских, русского текста. По-моему, как сели, ночью не спали, и на третий день уже принесли декларацию готовенькую. Тут просто надо знать историю своего народа. Оказывается, самое независимое государство было последний раз при Монасе, это 9-10 век. Вот ровно тысячу лет Кыргызцы были под пятой. Тут под одной, под другой. И вдруг, представляете, это вдруг такое великое счастье. Мы не ожидали даже. Независимость Кыргызстан приняла одним из первых среди 15 советских республик. За этим последовало и учреждение государственных символов – герба, гимна и флага, которые являются основными атрибутами национальной идентичности страны. За политической независимостью последовала и экономическая. Была принята национальная валюта. Самый раз вспомнить историю флага. Смена Кыргызского стяга происходила четырежды – в 1937 году, в 1952 и 1953, и последний раз в 1992 году. Авторами являются Айдарбеков, Джачебеков, Иптаров, Матаев и Сыдыков. По их концепции, красная одноцветность флага символизирует доблесть и смелость. Тундук, расположенный в центре флага – символ человеческой жизни и счастливой семьи. Идущие же от солнца лучи олицетворяют 40 родов Кыргызов, а их золотистый цвет означает счастье и богатство. Также известно, что красный цвет был цветом флага Манаса. Нынешний стяг развивается в десятках стран мира, с кем мы имеем дипломатические отношения. Его не раз поднимали на международных спортивных состязаниях. С этим знаменем наши воины охраняют рубежи государства. За действующий образец герба среди двух тысяч вариантов 14 января 1994 года проголосовали 284 народных избранника легендарного парламента из 350. Госсимвол отражает единство, исторические, духовные и нравственные ценности народа, его стремление к светлому будущему. Помещенный в самом центре герба Белый Сокол великодушного Манаса с распростертыми крыльями защищает наш народ, родину, нашу государственность. Призывает бречь козинец ока, единство народа и согласие в обществе. А 18 декабря исполнится 28 лет гимну. Изначально он состоял из трех куплетов и припева. Позднее второй куплет был исключен. Слова принадлежат Садыкову и Хулуеву, музыка – Давлесову и Молдобасанову. Сейчас без гимна не проходит ни одно государственное мероприятие. Первая серия национальной валюты была выпущена 10 мая 1993 года и представлена номиналами 1,5,20 сомов и бумажными разменными тыинами номиналами 1,10 и 50 тыин. Вот так выглядели первые кыргызские сомы. Сейчас их в обороте нет. Их можно увидеть лишь в музеях и у нумизматов. С каждой серией они совершенствовались. Имеется 4 серии, одна модифицированная. Сом представлен 8 номиналами. Они представлены банкнотами, начиная от номинала 20 сомов, заканчивая 5 тысяч сомов. Это улучшенная модифицированная серия, ныне существующая 4 серия. С 2008 года разменные тыины заменены металлическими циркуляционными монетами. Они дольше находятся в обращении, больше 15 лет. Наряду с ними выпускаются и коллекционные монеты. Коллекционные монеты национального банка выпускаются в целях популяризации культурно-исторических значимых событий нашего независимого Кыргызстана. То есть все вот эти вот выдающиеся личности Кыргызстана, все вот историко-культурные наследия Кыргызстана, они отражены на наших памятных монетах. Решение о введении нацвалюты принято за подписью Медиткана Черемкулова. Так, 10 мая 1993 года Кыргызстан вышел из рублевой зоны. Обмен рублей на сомы осуществлялся по курсу 200 к 1 мон. Сейчас среди валют стран СНГ сом имеет самый низкий совокупный уровень инфляции, достаточно свободно конвертируемый. О том, что мы будем вводить свои национальные валюты, знало узкий круг людей, потому что мы тогда были в рублевой зоне, и шел буквально безудержный процесс инфляции рубля. Для того, чтобы сохранить нашу экономику, для того, чтобы сохранить свои финансовые независимости, нам надо было обязательно вводить национальную валюту. И национальная валюта является необходимым атрибутом любого государства, Что дала нацвалюта стране? После политической самостоятельности – экономическую. Растет депозитная база и кредитный портфель. Доверие граждан к банковской системе стабильное. Валюта, безусловно, девальвировала, но по сравнению с другими государствами – устойчива. А экономика, если так посмотреть, даже период пандемии сегодняшней, в сравнении это все познается. Я думаю, наша экономика, наш бизнес восстановится намного быстрее, чем рядом стоящих государств. Потому что мы, проходя такие трудности, не всегда положительные, к сожалению, мы все-таки научились работать в экстремальных ситуациях. И вот этот кризис, который произошел во всем мире, мы преодолеем достаточно быстро и восстановимся. За 29 лет независимости республика пережила многое – и взлеты, и падения. Практически с нуля создана финансово-банковская сфера, система обеспечения нацбезопасности и самообороны. Произошла потеря национальной промышленности. Менялся характер политического режима. Дальнейшее свое развитие уже политическая система страны получила в 2005-2010 годах, это такие ключевые годы для политической истории Кыргызской республики. И все это вылилось в принятие уже новых конституций, которые уже меняли конфигурацию взаимоотношений между президентом, парламентом, правительством Кыргызской республики. И сейчас то, что мы наблюдаем, мы воспринимаем как данность и часто пренебрегаем теми свободами, которыми мы сегодня обладаем. В мире есть много народов, у которых нет своего государства. Их более двух тысяч, в десять раз меньше сформированных национальных государств. Независимость Кыргызстана – же дар судьбы. Территория страны является целостной и неделимой. Республика подчеркивает свою приверженность общепризнанным принципам международного права. А в руках подрастающего поколения хранить суверенное и правовое государство. Более 30 государств есть, у которых нет государственности. Ну, вроде бы они самостоятельные государства, но они не признаны другими государствами и международными организациями. Например, есть республика Северная Кипра, Турецкая. Даже по многим параметрам положение лучше нашей республики. Но они не признаны. В текущем году, 31 августа, в празднование Дня независимости внесены коррективы. Торжественная часть пройдет на площади Аллато. С учетом эпидситуации, мероприятие пройдет в онлайн-формате. Будет вестись прямая трансляция на республиканских телеканалах. Массовые мероприятия и народные гуляния отменены. В 10 вечера состоится праздничный салют. Демира Базарбаева, Руслан Саботаров, Аллато. 24 итоги недели.